Ассаламу алейкум, варахматаллах, баракатах, брат Руслан. Ассаламу алейкум, ассаламу арахматаллах, баракатах, Узбек и остальных, кто увидит. Хочу представить вам Узбека, выросшего среди Ногаев, Карачаева, Чешкесии. Мы с ним познакомились после того, как он позвонил мне по поводу моего видео про убей в себе Узбека. Вот так оно называется. Я думаю, мы сейчас обсудим сложившуюся ситуацию по отношению ко мне, по отношению узбеков к Каракалпакам. Каракалпаков к узбекам. Вообще политическая ситуация, он более-менее разбирается. Мне вообще показалось, что философский человек такой, философски настроенный. Альхамдуллиля. Прежде хочу сказать, почему я снимал это видео. Потому что у нас братья Каракалпаки страдают. Такие же мусульмане, как узбеки, такие же абсолютно одинаковые люди, родственные по крови, потому что мы тюрки, детей и другие. Соответственно, сейчас идет положение вот такое. Изначально Каракалпакстан была отдельной республикой, отдельной страной. В 1993 году Каракалпакстан заключил договор с Узбекистаном о том, что на 20 лет входит состав Узбекистана. Каракалпакстан. В 2013 году истек срок договора, по которому гласило, что по истечении срока договора должны были провести референдум об отделении. И если большинство согласилось остаться в составе Узбекистана, то все было бы хорошо. Но факт в том, что после 2013 года референдум проведено не было. И начались репрессии по отношению именно к Каракалпакам. Раньше, например, Каримов проводил репрессии по отношению и к Узбекам, и к Каракалпакам ко всем подряд, ко всем гражданам. В данный момент начались репрессии по отношению именно к Каракалпакам. Их вытесняют из страны экономическими методами, то есть не дают работы и так далее. В руководстве и страны, и во всяких структурах типа МВД, и скорая помощь, медицин и так далее, очень мало Каракалпаков. 1%, наверное, максимум. Заместители всех начальников Узбеки и нижние заместители, все работники тоже Узбеки. Но это лично мое мнение и мнение Каракалпаков, которые со мной на связи в чате в WhatsApp. Их около 200-300 человек, и каждый из них говорит одно и то же. На YouTube можно посмотреть видео о том, какое у них положение. Именно со слов Каракалпаков. Ну вот и так далее. Пробедительную ситуацию понял, да, брат? Да. Ну, вытесняю, вытесняю, можно сказать, всех граждан. Мы посмотрим в любой российский город. Все работы, особенно такие строительные работы, выполняются гражданами Узбекистана. Положение в стране ужасное. Каракалпаков, да, именно выделяя, угнетают это, бесспорно, я с тобой согласен. Будучи Узбеком, я абсолютно с этим согласен. Так как я встречал в мечетях Каракалпаков, встречал, и они очень по-братски относились ко мне. Когда несколько Каракалпаков есть и есть Узбек, они не боятся сказать о том, что у них тяжелое положение. Так как сами узбеки тоже говорят, если мы что-то здесь делаем, говорит. Мой сосед, если даже со мной поехал сосед мой, говорит, в Россию. Я боюсь здесь, что я сделаю, будет известно в спецслужбах Узбекистана. Они, сам народ запуган их властями. И вот сейчас я не понимаю, вот, ажиотаж вокруг этого вопроса. Почему узбеки не согласны с тем, что Каракалпаки, наши братья по вере и крови, должны страдать? И почему они не могут сказать слово в поддержку? Если даже они не могут сказать слово в поддержке, да, боятся своих властей, почему они вот так реагируют, кричат о том, что нет никакого давления? Сами узбеки, вот сами себе задайте вы, братья мои, по крови, я сам узбек, да? Задайте себе вопрос. Тебе в твоей стране хорошо? Так по какой причине твой же брат, сын, племянник находится в России, мерзнет и зарабатывает копейки, чтобы как-то прокормить свою семью в Узбекистане? Власти в Узбекистане очень плохие. И когда Бек, да, то, что вот насчет названия «Убей себе узбека», тогда у меня возник такой вопрос. Почему, когда претензии были к киргизам, казахам, он этого не делал и убил ли он себе? На самом деле я считаю, что эти слова не являются оскорблением, так как в первую очередь для любого мусульманина, какой бы он национальности не был, в первую очередь он мусульманин. И как узбек, будучи мусульманином, должен в первую очередь думать не как его воспримут соседи, а что он должен сделать перед Аллахом? Защищать каракалпаков, они меньше вас в количественном соотношении. Вы должны защищать и объединяться, и защищать интересы ислама. Я вас понимаю так. Я родился и вырос в России, но я не перестаю быть узбеком. Иншаллах, я поеду в Узбекистан, всю ситуацию буду видеть своими глазами. Конечно, это будет такой же ситуация, как будто по Чечне едешь, тебе все хвалят власть, а когда остаешься наезде, они говорят о недостатках своего режима, который у них правит. Узбек, как я понял, будучи мусульманином, не можешь испытывать негатив к другому мусульманскому этносу. Но тут, когда говорится о разделении узбеков на этническое сборное, я считаю здесь тоже недостатком, так как, да, я признаю, что узбеки – это сборный народ, как и многие другие народы. Мы когда берем азербайджанцев, да, у них есть турская составляющая, а вузская, кепчатская, например, да, но мы же не можем отрицать, что в этом народе растворились лезгины, другие народности, которые проживали в Горной Албании. И также узбекский народ составной, но его разделять там на кепчаков и персов, которые растворились, там, на сартов, с которых выходцы из Индии на дыхание, да. Ну, дыхание – это сейчас стало сельское население, которое занимается землей, а так это очень древняя цивилизация, цералитическая, да, но она сейчас есть узбекская нация, вся она единая и целая, но она не должна объединяться вокруг тирана, она должна объединяться вокруг ислама, тогда будет мешало моего народа и у остальных братских народов все хорошо, мое мнение. Если… Ну, Раслан, давай тогда немножко… Давай сделаем так. Я буду что-то утверждать, ты будешь отвечать на это дело. Нет, я… Только что-то одно. Потому что, когда несколько утверждений подряд будет, любой человек, любой собеседник забудет начало разговора, на что отвечать. Вот, у тебя было два утверждения, но хотя бы на первое отвечу, разреши мне, позволь? Да, конечно. Насчет того, что сейчас вот в Узбекистане, говоришь, одинаковое положение, что у узбеков, что у Каракалпака, я хочу сказать, что это совершенно не так. С приходом Мерзиоева он реально экономически, видимо, правильной мысли, да, и политически там уступает где-то кому-то, где-то там делает навстречу шаги. В итоге более-менее экономическая ситуация начинает налаживаться. С этим я согласен. Но это все дело не отражается на Каракалпака. Узбекистану выгодно, чтобы Каракалпаки сейчас были нищими, бедными. Бедный человек, он что делает? Он или нищий суд продолжает, или выезжает куда-нибудь за рубеж. Вот в частности, Каракалпаки массово, массово выезжает в Казахстан. Это как минимум Казахстан, а то в Казахстан выезжает, США, в Россию везде выезжает. Узбеки тоже выезжают, но Каракалпаков намного больше в процессе самоотношений, чем узбеков выезжает. Вот это я хотел бы сказать, это раз. И поэтому, и поэтому, да, узбеки сейчас не замечают того, что Каракалпакам хуже. Вернее, это все так же, как при Каримове, допустим. Понимаешь? Ну, как объяснить? Узбеки чувствуют улучшение по отношению к себе. А Каракалпаки этого не чувствуют, они чувствуют даже ухудшение, потому что их выдавливают. Потому что принята государственная программа, которая замещает фактически их. Выехал Каракалпак, на его место доехал Узбек, к примеру. Понимаете? И со временем получается, да, это когда норма закона, когда референдум должен был быть, она будет, этот референдум будет когда-нибудь. Но когда? Через пять лет, это уже будет поздно слишком. Каракалпаков там стоит намного меньше, а узбеки, естественно, проголосуют за то, что в состав Узбекистана выйти. Вот так вот примерно. Будет когда-нибудь народ решать, как он хочет жить в любой месте, в любой стране, иншаллах, наступить, когда будет то, что говорит. А так я понял, узбеки выезжают из страны на заработки, а каракалпаки переезжают. Это две разные вещи, я понял, о чем ты говоришь. Но, да, может, улучшение с приходом Мирзаева и произошли. По отношению к узбекам, я понял, о чем ты говоришь, что каракалпака выталкивает. Вот здесь узбеки должны в первую очередь думать глобально. Мы, умма пророка Мухаммада, неужели мы позволим, да, пожелай брату того, что желаешь тебе. Это должно стать законом для мусульманина. Я понимаю, что, иншаллах, оно и станет. Ну, насчет, почему, я бы, наверное, мог и промолчать насчет узбеков. Почему я написал, да, что с чем не согласен был. Ну, реально, по узбекам, кто только него не пнул, этот народ, да. Я его считаю великим, хотите соглашаться, хотите с мне, и не только по численности. Это ваше мнение. Его только ленивый не пнул этот народ. И поэтому хоть один человек должен был конструктивно сказать мнение узбеков. Маты, это просто реально, вот эти люди дискредитировали наш народ, вы, ребята, дискредитировали. Я знаю, что будет ко мне претензий и вопрос. Выслушаю, отвечу. Началось все с Оша, да. Киргизы говорят о том, что якобы должны узбеки убраться. Поправлю тебе, извини, Харгазы. Наши братья Харгазы, да, убраться. Потом продолжили эту волну таджики. В России девушка, которая баллотируется в президенты, вообще говорит оскорбительные вещи об этом народе. И реально, я считаю, братья и народы, Харгазы, таджики, братья, не обобщая, если что-то видите плохое в узбеке, скажите наедине. Мы ссору из избы зря выносим. Мы всегда говорим, что у нас есть мусульманское братство. И показываем, как мы друг друга терпеть не можем. Вы же знаете, что пророк, салли Аллаху, алейхи ва салям, насчет национализма говорил, что он воняет. Так не будьте распространителями этой вони. И узбеков это тоже касается. Я у узбеков тоже встречаю немало национализма, к сожалению. Насчет, вот, узбек, я очень рад, что ты принес извинения перед узбекским народом. А насчет того, что ты сказал перед властями. Перед властями я не считаю нужным требовать извинения. И не считаю нужным. Я, будучи узбеком, для меня больно, что мой народ и каракалпаки тоже мой мусульманский народ, да, страдает. Я поэтому не считаю, что ты должен был извиняться. И считаю, что ты правильно сделал, что не извинялся. Так как, ну, знаешь, я понимаю их претензии, когда они говорят, а перед твоим президентом можешь сказать, да? Я, например, гражданин РФ, я могу сказать, вот, все требования, которые были к нему. Я не думаю, что он боится этого сказать. Но он тем более сказал, что не согласен с политикой России. И я с политикой РФ так же не согласен, как и с политикой Каримова, Назарбаева и всех других. И если мы видим порицаемое, мы, как мусульмане, должны порицать. И у него душа болит за мусульманский народ, поэтому и тирана назвал тираном. И я не считаю, что он должен был за это извиняться. Если бы извинился, в моих глазах бы, наоборот, дискредитировал бы себя. Насчет узбеков понятно, я подумал бы под давлением. Машаллах, что есть. Да, брат, я тебя понял. Смотри, получается, как. Я извинился от души, клянусь Аллахом, потому что со мной поговорили такие ребята, как ты, допустим, я называю тебя Ногай-узбек. То есть узбек, который вырос среди Ногая. Был еще татар-узбек, который среди татар вырос, к примеру. Вот и все разговаривали со мной со стороны именно ислама. То, что ты первый раз помнишь в начале нашего разговора, о том, что я разделяю узбеков на сартов и других кипчаков и так далее. Да, верно. Вот за это я извиняюсь. Я был неправ. Не стоит, я думаю, разделять. И реально узбеки великий народ. Не только по количеству, по численности, но и по истории тоже. Вот в этом я был неправ. И за это я принес, и еще раз приношу свои извинения. Насчет того, что угнетает узбеков. Ну, я бы не сказал, что угнетает конкретно именно узбеков. Почему их... Вот, например, в Казахстане ситуация здесь уже неоднозначная. Я вот послушал узбека, например, да? Я вот разговаривал с узбеками тоже много про этой теме. Они так рады мне рассказывают, что я прямо весь накрученный соскакиваю и иду ругаться с трудозами. И тут же с трудозом разговариваю. Харазов мне рассказывают, да нет, это было вот так, вот так, вот так, вот так. И в итоге не разберешь, кто из них был прав, кто был виноват. Понимаешь? Поэтому однозначно на этой стороне я бы не стал бы. То, что отношение просто к мигрантам в России, например, да, согласен, не очень хорошее, да? Мусульманин такого бы не сделал бы, надеюсь, жаллах, да? И, ну, это, видишь, отношение не только к узбекам. Это и к таджикам отношение такое, и даже к дагестанцам, которые вот местные российские люди, да, россияне. К ним тоже отношение не очень хорошее. Вот. В чем-то опасается, в чем-то там, не знаю. Подозревает заранее. Подозревает заранее, да. Наверное, за бороду преследование есть. Но это везде, я считаю, по всему миру это так, практически. Кстати, в Узбекистане насчет ислама очень сильные гонения были. Говорят, сейчас есть облегчение. Но те люди, которые сели по фабрикованным делам, пока мы их не освободили, значит, все-таки есть облегчение и узбекского народа. Узбеки, наоборот, должны, я это к чему говорю? Я не говорю, что это оправдывает действие перед каракалпаками, да? Я говорю, что если вы сами видите, что сами страдаете, почему вы ее защищаете? Я не говорю выйти на улицы с вилами и свергать власть. Хотя, берите пример с Киргиза, молодцы, с ними считается. С Киргиза, да. А насчет Оша, да, вот город, Ферганская долина в Кыргызстане, в котором доминируют, да, узбеки. В количественном соотношении. Насчет того, что в Кыргызстане там всегда проживали и кыргызы, и узбеки, и таджики. Что в узбекских городах, да, вот в узбекистанских городах проживают в Кыргызстане в Кыргызстане небольшие группы, но это такой регион был, это центром торговли было во всей Азии. Да, 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 я в курсе. И поэтому говорить с Кыргызстаном, Кыргызы не имеют права выгонять из домов, тем более своих братьев-единоверцев, да. Я сейчас смотрю, большая часть, ну, 80% исповедуют и соблюдают ислам, это Кыргызы. Смотришь на остальные народы, реально думаешь, почему они не берут с них пример. Насчет таджиков тоже, маша Аллах, молодцы, придерживаются. Насчет остальных тюркские народы, Орта-Азии, да, как ты говоришь, Средняя Азия, да, Орта-Азия, очень светские, и поэтому в их сердца поселяется нацизм, национализм, от которого, я считаю, излечение ислама, Миша Аллах. И оно будет, я надеюсь. Ну, смотри, брат, я скажу тебе, как ситуация сложилась приблизительно исторически. На территории Узбекистана, да, всегда существовали наши мусульманские центры образования. В том же Ташкенте, Самарканде, Бухаре и так далее. В то время, как в степи, ну, например, в Казахстане, скажем, да, этого не было. То есть алимы казахов приезжали, приходили, там, не знаю, приплывали в Ташкент, к примеру, и получали там образование. Соответственно, в советское время это образование прервалось. Но у узбеков это дело сохранилось. Поэтому, как бы, преемственность поколения у них осталось. В Казахстане этого не осталось. И после развала Советского Союза в Казахстане, естественно, оказалось меньшее количество алимов, чем в Узбекистане. Но это практически оправдывает братьев-казахов, конечно же. Но это по факту вот так и есть. И по прошествии до 27 лет, кстати говоря, против Назарбаева я тоже выступаю. Потому что Назарбаев фактически против ислама. Фактически он против ислама. За предхиджабов там и так далее. Ну, много за ним есть таких, это сам, аруахов каких-то, он поминает постоянно. Своих этих духи предков, аруахи. Вот их поминает постоянно. Поэтому я против него фактически, да. И он не сумел за 27 лет развить ислам. Фактически он был против этого дела, против ислама был и не развивал его. Но несмотря на это, за эти 27 лет, которые прошли со времен обретения независимости Казахстана, Казахстан очень сильно поднялся в этом смысле. Намного больше стало. Раньше, если счет шел на сотни по всему Казахстану, сейчас идет речь уже как минимум о десятках тысяч, о сотнях тысяч. Так что, аль-хамдулля, развивается Казахстан тоже. Конечно, в количественном отношении я считаю, что в Казахстане намного меньше религиозных людей, будем так говорить, мусульман настоящих, чем в Узбекистане. Но в этом ты прав. Здесь я сделаю, может, алимов имеет какое-то количество, может, имеет. Но 80% тадзиков, которых я встречаю, это соблюдающие мусульмане. Больше 90% узбеков, которых я встречаю, не соблюдающие, вот это, какое объяснение этому, я не могу понять, если центры остались в Узбекистане. Таджики и киргизы, извините, братья, еще не привык, не хотел задеть или оскорбить кого-либо. А вот к узбекам, к своему народу, у меня есть претензии, так как очень сильно отвести от своей веры, поэтому и Аллах наказывает наш народ вот этими трудностями. Я родился и вырос на Кавказе, и, альхамдулиля, со слов своей матери, я помню, но как бы не очень, но со слов своей матери, я знаю, что мой дед не оставлял в советские годы ни на один намазник опускал. Вот такие были узбеки, такие трудные времена. Так, тебя не слышно почему-то? А? Не слышно было несколько секунд. Вот, как сказать, свои слова подтверждают, вот показывая, говорят, вот эти претензии, я не могу, вот у меня бывает часто дискуссия, да, общаясь с адеками, они говорят, вот узбекцы, они джайхили говорят, я говорю, нельзя говорить, а что нет, ну, согласен, что многие отошли от веры, впали в унизительное положение, поэтому здесь вступают в России, принижая, когда говоришь узбек, на тебя уже смотрят как-то свысока, по причине того, что наши братья, которые приезжают сюда на заработки, не только заработком занимаются, а дискредитацией нашего народа, то они пьяные валяются где-то. «Братья, придите себя в чувствах, верните себя». Это встречается и среди киргизов, но это не в таком количестве. Вот в Москве я когда был в мечети, аль-хамду-люля, я встречал очень много узбеков. Ну вот было такое, что я заехал по работе, мне надо было заехать, людей для объекта взять, и там было очень много узбеков и два таджика было. Оба таджика молились, а из этих узбеков я не встретил ни одного молящегося, зато они, таджики, братья, жаловались о том, что они видят, что мы молимся, говорят, в этой комнате, они распивают, короче. Я вот своим братьям тогда узбекам сказал, что так нельзя делать. Ну, Рауслан, смотри, извини, я так перебиваю, просто время от времени будем давать друг другу слово, иншаллах. Насчет меньшей религиозности узбеков, не знаю, лично я встречал узбеков, которые всегда молились. Вот у меня на объекте работали тоже около 200 человек, 200 человек, из них, причем приблизительно равное количество было 100 узбеков и 100 таджиков, и приблизительно равное количество молились. Конечно, были и выпивающие. Это в Улан-Удэ было, если что, сразу предупреждаю. Да, в Улан-Удэ, в Бурятии. Вот там такая ситуация сложилась, что человек, который их пригласил, причем из Таджикистана пригласил, узбеков и таджиков, да, 200 человек взяло и кинуло. То есть они год с лишним работали и кинуло, проще говоря. Я их об этом предупреждал, они потом пришли ко мне, я еле-еле сумел им выбить, короче, объект, и все деньги, которые с нее получал, отдавал им. В итоге они еле-еле в течение пары лет разъехались по домам, домой уехали, на эти деньги. Вот такая вот история была. Вот хочу продолжить про то, как попали в такое положение униженные узбеки. Это получилось при Каримове. Каримове, он же первый уничтожил, можно сказать, колонну протестующих, расстрелял, если ты помнишь, при Вастраде. Какой год был, напомни, антижанские события. Ну, где-то в конце 90-х, по-моему, да? Не, начало 2000-х, 2005-х где-то. Начало, да-да-да-да, начало 2000-х было, точно. Вот в начале 2000-х дела было, там десятки тысяч людей были расстреляны, десятки, если не сотни тысяч посажены в тюрьмы. И причем это все... Вот сейчас, на данный момент, политика, даже Мерзивеева говорит, что это были ваххабиты, к примеру. Никаких ваххабитов там не было. Наш вот саратовский имам, он рассказывал нам про эти события. Он-то сам не ваххабит по-любому, потому что всего Саратова имам был наш. И рассказывал нам о том, как это происходило все. Там просто мусульмане, увидевшие несправедливость, решили выступить против несправедливости. Их объявили ваххабитами и расстреляли. Просто-напросто так вот делали. И до сих пор ходит легенда о том, что они были ваххабиты, и их надо было уничтожить. Даже среди простых узбеков. Насчет еще расскажу тебе одну вещь. Именно к Каракалпакам отношение имеет это дело. Есть мечеть старая. По-моему, на Кусе, кажется, точно не помню. Видео видел на YouTube, как Каракалпак рассказывал об этом деле. Эту мечеть окружили спецслужбы. Мы зашли туда, разграбили ее, закрыли. То ли месяц, то ли два эта мечеть была закрытая. Но потом ее все-таки открыли. Потому что все-таки мусульманская страна, мусульмана там много, открыли эту мечеть. Но там уже не было ничего. Ни ковров, ни украшений. Вообще все, что было, полностью пустой мечеть. Понимаешь? Заново сейчас приходится ее оборудовать. Вот такие вот вещи по отношению именно к Каракалпакам творятся в Узбекистане. Есть дискриминация. Я сейчас вообще, любую страну возьмешь, она болеет этим национал-фашизмом. Доминирующему народу больше позволяется, чем малым народам. Они, я не знаю, примером для тебя Израиль взяли, что ли? Узбекистан и другие страны, которые так поступают. Да, есть. Для меня, как для мусульманина, не должно быть разницы между Каракалпаком и Узбеком. Иншаллах, оно так и есть. Если будет неправ Узбек, я скажу, что он неправ, иншаллах. Аллах не уберет сердце смелость, чтобы это признать и сказать. Дорогие братья узбеки, дорогие братья Каракалпаки, вы братья, в первую очередь. Каракалпаки тоже не должны обиду или злость и сказать по отношению к узбекскому народу, так как... Хотя я считаю, если узбеки молчат за несправедливость, они должны были объединиться и сказать, предъявить свои претензии. Пусть власть они бы не стерли, но они бы добились каких-то смягчений по отношению к Каракалпакам. так братья-тюрки, которые вокруг живут, должны, я считаю, что кто имеет возможность, не государственные там организации, помощь, журналистика должна показывать, потому что Туркменистан и Узбекистан две закрытые страны, о которых мы мало чего можем узнать. Кстати, у меня рот осел в Узбекистане, предки моего отца, так как их советская власть не впустила в Узбекистан, они были истинными патриотами, поэтому их не пустили. Я думаю, если такими узбеки, как были раньше, были бы, сейчас вот этих разговоров не было бы. Это наши предки, узбекский народ, мы должны за справедливость быть, а не за название, клему, за которое нас Аллах не будет спрашивать, какой ты национальности. Я не говорю, чтобы не было патриотичности, я наоборот говорю, не надо разделять, какой бы этнос ни влился в узбекский народ, это один народ, так как разделение всегда плохо. Сейчас вот насчет Каракалпакстана за отделение. Если народ желает отделиться, я считаю, что он имеет право. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы они справедливое общество строили справедливое государство, демократическое. Демократическое не только по названию, как многие страны, СНГ, включая РФ, а именно реально демократическое, наидоэстонич, чтобы мог прийти к власти. Я бы тогда, я был бы, тогда я бы согласился с Беком, сказал бы, если это невозможно, я тогда согласился с Беком, скажу, что за отделение. А так я скажу, что лучше было бы Каракалпакстан, Узбекистан, Харгызстан, Казахстан, Туркменинский и Таджикистан, чтобы она объединилась и стала примером для всего мира, что разные по языку, но по культуре и по вере одинаковые могут жить и просветать. Но, брат, у тебя, смотри, ты идеалист. Ну, я так понимаю. Идеалисты нужны, конечно, обязательно, потому что есть к чему стремиться. Насчет национализма, хочу сказать, что национализм встроен, в любом человеке, в принципе. Черный, он в любом случае не женится на белый или наоборот, допустим, за редкими исключениями, конечно, даже если они одной религии. Вот такая вот практика такая, то, что в жизни происходит. Единственное, что нас ограничивают национализм, это как раз ислам. В исламе там, говорится, не будь националистом, правильно? Конечно, конечно, много сказать можно про как Каракалпакстан, каким образом их уничтожают. Вот реально, если сравнивать даже с половиной в Китае, об этом я, кстати, говорил в предыдущих видео, как там делают, практически одинаково поступают с Каракалпаками. Фактически все точно, прямо идентично получается. В данный момент я поначалу думал, что ты будешь со мной спорить, ругаться, как видим, у нас практически мысли сходятся. Мы разными словами говорим одно и то же фактически. Насчет уйгуров, вот еще есть, я смотрел, тебе претензии насчет уйгуров, почему ты не говоришь о уйгурах. О уйгурах надо говорить, вот как раз почему я говорю объединение. Если Узбекистан разделится, появится Каракалпакстан и Узбекистан, то Узбекистан что он теряет? Он теряет большое количество земли, ну, хороший кусок земли, да, и народа, который имеет немалый пассионарный запас, Каракалпаки, они очень пассионарные люди, по крайней мере, история говорит об этом. И то, что я вижу, я встречал Каракалпаков, сураллаха, Аллах позволил мне с многими народами познакомиться за свою жизнь. Я ничего плохого не могу сказать об этом народе, так поэтому я за. Если бы я видел бы, что они такие мерзавцы, которые хотят отделиться, я бы сказал бы, они хотят разрушить Узбекистан и Узбекистан и был бы против. Но здесь я тоже не всей душой согласен, чтобы оно отделилось. Я считаю, что они бы идеальное общество создали, потому что только идеальная, сильная Орта-Азия может противостоять интересам Китая, который захватит его когда-нибудь, если мы не объединяемся. И даже не захватит. Неужели нам приятно каждый раз слышать, что казах, киргиз, уйгур убит, замучен в тюрьме Китая, например, на своей же земле. На своей же земле. Вот казахи, братья, говорят, казахи должны вернуться на родину. Они, наверное, не знают ситуацию с мухаджирами, которые с Кавказа уехали. Я общался с мухаджирами, с потомками мухаджира, Сурции, адыги были, грузины были. Они говорили, мусульмане грузины, грузины, которые тоже вынуждены эмигрировали. Они говорят, мы плачем, поминая все дни, когда предки бежали отсюда. И говорят, лучшие же земли остались другим народом. И поэтому я считаю, что перевозить казахов как Северный Казахстан или куда-либо. Не надо, надо отстоять их право жить на собственной земле. И это мы можем только сделать сообщая. Когда мы забудем о грязне, Харгыз будет обвинять узбека, вот вы живете на нашей земле, или узбек обидится на таджика. Вот это, если закончится, то мы сможем отстоять наших братьев. Для узбеков в первую очередь самая большая выгода, чтобы спасти уйгуров. Это самые близкие родственники к узбекам. Генетически и по языку это самые близкие родственники. Уйгуры и узбеки родственники. И сейчас они, видя, что их же народ страдает в Китае, то же самое делают по отношению к другому народу. Вот это нелогично. Мы должны брать пример из истории и правильно поступать. Было приятно с тобой пообщаться, брат? дай Аллах то, что ты говоришь и делаешь будет. Ну, насчет острых углов, когда говоришь о других народах, народах, немножко делай мягче мое пожелание для тебя, так как многие плохо понимают по-русски. Даже если понимают хорошо по-русски, не всегда понимают сарказм. У тебя был, например, я помню твое видео, я могу сказать даже, когда тебя приглашали в Узбекистан, ты говорил о том, где я их буду хоронить. Вот этот сарказм, я понимаю, что ты не говорил о пролитии крови узбекистого народа, потому что если причисляешь тебя к исламу, то ты не можешь думать о пролитии крови другого народа. Я понимаю, это юмор, сарказм, но не думаю, что 33 миллиона узбеков поняли так, как я понял. так, ассалам алейкум рахматуллахи во баракатаху братьям, тюркам, тюркам, не мусульманам, салам, так как я считаю, что тюрки это наши братья, даже те, которые не вы сами, если я могу сказать, я вот часто замечаю, что ты немножко эмансипируешься от тюрков, не мусульман. Я хочу сказать, что тюрки должны объединяться, и, во-первых, это наши родственники, кровные родственники. Если, например, двоюродные, например, немножко отличаются от тебя во взглядах, ты же от них не отказываешься. Ты хочешь, чтобы они пошли по твоему пути, ты желаешь ему хорошего, но ты же от них не отказываешься. А это наши родные, даже не двоюродные. У нас общие предки, иншаллах, должно быть единство. Насчет национал-социализма, который многие мусульмане очаровали с этим человеком, я могу понять этих людей, он умеет очаровывать, умный человек, я бы хотел с ним пообщаться. Конечно, они в прямом эфире лучше, наедине. И мусульмане все равно должны понимать, что фантюркизм не может быть выше, чем ислам. Короче, всем мира. Салам алейкум. Я же калахарин. И консалл, Я же калахарин, вояка тебе тоже, за то, что ты выступил на весь мир, можно сказать. Я принимаю твои слова, конечно, ты прав. Я уже в предыдущем разговоре понял, что ты прав в том, что я перегибаю палку. И не ты один мне об этом говорил. Они признают мою правоту, даже те, которые звонили мне и изначально начинали ругаться, они в итоге признают мою правоту. Да, ты прав, но перегибаешь палку, это мне не один ты говорил. Так что я признаю, естественно. Еще раз спасибо тебе, иншаллах. Откажемся от всяких измов и так далее. Придем в ислам, иншаллах. постепенно, медленно, но верно. Давай, брат, ассаламу алейкум, барахмутала, ва баракету. Алейкум ассаламу алейкум, барахмутала, ва баракету.